Баски, я тату. Специальный выпуск. Всем привет, с вами Елена Баски и сегодня у нас специальный праздничный выпуск. И да, я уже слышу, как вы кричите, что это не наш праздник, и в Советском Союзе таких праздников не было. Но это всего лишь хороший способ рассказать вам о парных татуировках. Ко мне на консультации очень часто приходят пары и говорят, что мы хотим сделать совместную татуировку, но не знаем, что мы хотим. Подскажите же, что сделать, что люди-то бьют. Не важно, что люди бьют. Главное, что важно для вас двоих. Давайте по порядку. Начну сразу с того, что точно не надо делать. Угадайте, что? Конечно, имена любимых. А потому что я их слишком часто перебивала. И если вам уж так сильно хочется сделать Анжела на попке, держите себя в руках. Иначе может получиться, как с Лори. Что же тогда можно сделать? Сделайте просто букву А на рёбрах. И тогда, случись что, вы всегда сможете сказать, что вашу маму зовут Анна. Ну или перебить в надпись Лос-Анджелес, вот пожалуйста, как на фото. Афанаси маму зовут, тоже в ряд. Мало ли, какие мамы сейчас в 2019. Главное, чтобы не получилось, как у Джонни Деппа с Вайноной. Он перебил Вайнона Форева на Вайн Форева. И с этого момента что-то пошло не так. Есть ещё удачный вариант, когда ваши инициалы совпадают. И вместе вы живёте 30 лет. Тогда не парьтесь и набивайте. В крайнем случае скажете, что вы сами свои инициалы набили. Вы даже не представляете, сколько людей набивают свои имена. Возможно, чтобы не забыть. Лучше сделать красивую монограмму. Она автоматически смотрится, как какая-то гербовая штучка. Вот как на примерах. Зачем я пальчиками так делаю, скажи мне. Огонёк. В любом случае, если это ваше решение осознанное, то вы сами несёте за него ответственность. А если вас заставляют сделать на лобке собственность Васи Пупкина, то что надо делать? Бежать сверкая пятками. Быстро. Быстро оттуда. Есть ещё один вариант из увиденного собственными глазами. Когда набивают имя любимого ради шубы. Я тебе имя, а ты мне шубу. Ну, во-первых, шуба уже не тренд, а из плюша вы сами себе купите. А во-вторых, выводить татуировку и перебивать её гораздо дороже. А мозги ещё дороже. Иначе может выйти вот так. Или вот так. Тут, конечно, портреты и с самого начала что-то пошло не так. Но я думаю, суть вы уловили. А теперь давайте о хороших вариантах. На своих консультациях я советую паре вспомнить приятные моменты, события или важные воспоминания их совместной жизни. Отлично. Совместной. Как я показала-то, да? Сгребла их, такие грубые пончики. Тюбудю. Например, ваш медовый месяц был в Париже. И вот, пожалуйста, по Эйфелевой башне. Каждому. Или вы провели отдых в горах. Можно сделать вот такого плана татуировку. Или ваш первый танец был под определенную музыку. И вот, пожалуйста, слов из песни не выкинешь. Либо на своё первое свидание вы ходили на мультик Валли. А может, ваш любимый фильм «Криминальное чтиво». Или вы вместе обожаете Микеланджело. А может, вы любите свою девушку, как белка любит орех. Или фанатеете от моря. А если любите и море, и живопись, то вот вам Хокусай. Может, у вас есть прозвище? Может, вы котики? Тогда каждый из вас может сделать себе по котику, каждый из которых будет передавать характер носителя. В общем, у каждой пары есть своя история. Вспоминайте её вместе и хватайте маячки, которые вызывают приятные воспоминания у вас двоих. Что ещё может быть парной татуировкой? Неразлучные, так сказать, вещи. Например, неразлучники. Из самого простого. Ключик и замочек. Давайте включим логику. Если ключик – это мальчик, то логично, замочек – это девочка. Угадайте, почему? Всё впуклое – это девочки, всё выпуклое – это мальчики. Как бы это ни звучало. И сразу уточню на всякий случай. Ключик не всегда является символом вот этого самого. Ключик очень часто является символом тайного знания. Ключ от всех дверей. Вот эта связка ключей часто в гербах используется. Так что не судите строго, если что, человека. Кстати, вот необычный вариант мне понравился. Что ещё? Вот у нас есть два пазлика. Или две части единого целого. А вот ещё один удачный билетик на двоих. Иногда делают огромные татуировки, которые смотрятся целостно только при соприкосновении вместе. А иногда очень маленькие. И куда мы без крестика-нолика? А вот, пожалуйста, две части одного кита. В мужском и женском треугольнике. Или просто половинки мандалы. Чайный пакетик и чашечка. Опять немного намёков. Или вот авокадо мне понравилось. Для вегана. Также можно использовать разнополых животных. Вот лев и левица. Самый популярный вариант. А вот в стиле арт-брюд. Такая интересная картинка. Видно, что слеплено из одного теста, но и по отдельности смотрится хорошо. Инь-янь драконы в скетчинге. Ну и просто рок-н-ролл. А ещё мне очень нравятся фольклорные варианты. Например, два сапога пара. Или лягушка и стрела. Лиса и колобок. Оленький цветочек, чудовище. В общем, смотрите на свой вкус. А вот совсем недавняя история, которая сразу объединяет в себе несколько идей. Моя любимая парочка клиентов решили, так сказать, увековечить на себе свои отношения. Долительные, хочу сказать. Они оба обожают механизмы. У них одинаковые инициалы. Но для девушки мы решили сделать более женственный вариант, добавив туда ловец снов. Пожалуйста, вот он даже не сильно заметен. Он просто лёгенький такой. А для мужчины мы сделали сакральную геометрию и спираль Фибоначчи. Таким образом получилось передать характер людей в таких разных, но всё-таки похожих татуировках. А когда они держатся за руки, смотрятся особенно мило. Обратите внимание, что все татуировки в подборке к этому видео, как правило, небольшого размера. Потому что такие татуировки делаются как приятный сувенирчик. Ну а закончить этот выпуск я хочу подборочкой симпатичных идей для парных татуировок. Не надо воровать и делать копий. Придумайте что-нибудь своё. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а с вами была Елена Баски. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать интересные выпуски. Жмакать лайк, писать комментарий, наглаживать звоночек. Ну вы всё знаете лучше меня. И смотрите ляпы в моём инстаграме.